Добро пожаловать в наш канал! 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 у нас набирается большая сумма вообще как я сказал ранее мы с этого начали свою работу но мы как бы поднялись можно как бы скромно это не звучало но уже мы выигрываем федеральные гранты за счет этого мы получаем естественно свою зарплату за счет этого мы работаем и можем реализовать очень много чего чтобы нам хотелось мы ежегодно подаем этот проект и президентский грант выигрываю выиграли уже три раза в этом году дал андре тоже хотим уже подать и за счет этого нас как бы идет работа благодаря этим грантам хотелось бы сказать насчет проектов идей самое крутое в этом фонде я со стороны волонтера говорю твоя любая такая идея добрая она поддерживается она со стороны руководства со стороны сотрудников волонтеров ты получаешь поддержку то есть любая твоя добрая идея она на ура да вот у нас недавно была работа мы собирали волонтеров и выслушивали каждого можно сказать волонтеру спрашивали что бы они хотели чтобы у нас было реализовалось на базе фонда что здесь у нас не хватает какие акции они знают вот так зародилась идея с проектом мы рядом ты милая думаю расскажешь про этот проект связан он с бабушками с ну так сказать действительно жилыми людьми интересно было послушать конкретно в проекте мы рядом он зародился на базе благотворительного фонда клуб добрых людей идея была возникла волонтеров фонда вот так мы начали свою работу целью является профилактика одиночества в пожилом возрасте то есть мы ищем пожилых людей которые живут отдельно одни и стараемся оказать им любую помощь которую которая потребуется будь то бытовая помощь помощь с продуктами лекарствами но в основном у нас просят помочь с лекарствами с продуктами так конечно же мы получаем огромное удовольствие от общения с ними и с нами есть волонтеры которые лишены вот этого у них нету бабушек дедушек и тем самым они компенсируют вот это и вот и как и каждый раз нас очень тепло с теплотой встречают и когда у нас что-то такое случается форс мажор когда вот не можем поехать и на встречаются такие вопросы да где вы были испугались почему вы не приезжали вот настолько нас ждут еще хотелось бы отметить на прошлой неделе а мы стомила вместе ездили к бабушкам именно по этому проекту и я просто не не ожидал реально что бабушки вот так рады нас видеть они прямо выходили порога где вы были даже ругали нас чуть-чуть по не приезжали реально это очень приятно получать такую заимность от бабушек значит они реально тебя ждут они рады тебе и мы стараемся сейчас на этой неделе вообще мы решили что недели два раза мы их будем навещать так как они реально нас ждут и это очень приятно расскажите вот как вообще можно попасть в ваш фонд этого как волонтер как волонтера лучше посовет расскажи тамил как я уже сказала социальные сети но есть самый такой эффективный способ это пропаганда в социальных сетях что так есть фон то есть есть молодым людям место где они используют проводить время и тем самым а вот наши ряды а что именно приходится сделать вот пришел на человек ни разу да он не занимался благотворительностью и тут вот решил вообще стоит отметить что у нас все сотрудники фонда кроме одной девочки они у нас сначала были волонтерами я сама сначала волонтером потом я стала сотрудником фонда когда вот то же самое такая же история как и утомила и у меня я тоже в соцсетях увидела а посты о ярмарке проведения на разных акциях я не томилась этим поехал заполнить анкету вообще очень легко нужно заполнить анкета да учитывая что сейчас молодежь у нас зависать соцсетях можно так сказать грубо говоря можно частенько нас увидеть в ленте и если просто это желание если человек хочет творить добро он найдет возможность прийти написать анкету вообще у нас есть волонтеры которые нам дистанционно помогают это они нам помогают с рассылками у нас например бывают какие-то сборы мы не успеваем они свою очередь рассылку и делают рассылку огромную прямо сказать для нас тоже поддержка потому что чем больше людей узнают об этом тем как быстрее идет сбор такие волонтеры тоже бывают людям которые вот стесняются или же боятся вот я приду фонд вот я никого не знаю что делать каждого волонтера встречают как вот сто лет мы с тобой знакомы пошли с нами у тебя будет мощная поддержка за целый день тебя будут окружать такие же сумасшедшие люди в хорошем смысле вот по-моему у вас царит такая знаете атмосфера дружелюбия вот откуда это это вот видимо ваш руководитель да так поставил работу что вот необходимо таким образом встречать так относиться к своим сотрудникам или как же или или именно такие люди приходят да добрые радужные это зависит от руководителя пользуясь случаем я скажу какой на самом деле очень добрый хороший человек нато мотива реально это зависит от руководителя как она поставит как какие условия будут фонде к таки как бы будет царить эта атмосфера на самом деле просто она сама очень простой и добрый человек и за счет этого все сотрудники как бы собрались именно такими даже волонтеры у нас схожие с нами нас у нас бывают такие моменты когда только приходит волонтер а кто это а кто это ваш директор нато мотива для того человека простой и его не воспринимает как директора то есть среди нас всегда вот обсуждение проблем решение каких-то вопросов вот мне кажется на самом деле вот фонд для клуб добрых людей которого ты организовала да нато мотива один из самых успешно развивающихся благотворительных фондов у нас в регионе спасибо то есть это вот это в принципе большая работа да нужно вложить душу да не просто действительно так и время то же самое как начали вообще реализовать фонд нато тоже была свою очередь волонтером когда эта группа людей были которые навещали то же самое одиноких бабушек малоимущего детские дома семьи и вот они в один день решили что это реально нужное дело как бы и создали из него благотворительный фонд так называю клуб добрых людей вот а расскажите что еще интересно многим будет интересно это ваша основная деятельность или же это как хобби для начала для меня это было хобби но потом это уже стало моей основной деятельностью я свою очередь полдня училась полдня работала но я убегала даже спа чтобы быстрее прийти на свою работу потому что это была работа души где я получала просто позитивные эмоции что стоит эти детишки что стоит эти родители которые приходят после реабилитации говорят даже у нас был такой случай один ребенок когда написали заявление этот ребенок не ходил него дцп естественно все это от всевышнего и потом мы после реабилитации мальчик первые шаги сделал нас фонде у нас в офисе мы все рыдали это было прям очень позитивные такие чувства мы не могли просто налюбоваться и именно за счет таких людей их благодарности даст это мотивирует на самом деле и мы решили вот недавно полгода как мы открыли реабилитационный центр на базе фонда мы решили что для родителей очень трудно выезжать за пределы это помимо того что ты оплачиваешь реабилитацию еще приходится за обед за проживание да за маршрут это платить и это большие деньги мы приглашаем специалистов а точнее приглашали при специалистов вот и в начале как бы эти специалисты занимаются нашими детишками но и сейчас мы гордимся что у нас есть уже свои специалисты обученные и у нас есть детишки которые к нам ходят это такие дети у которых с диагнозами дцп аутизм и реально есть результаты то же самое недавно вот мама говорила одного ребенка короче мой осланчик встал он начал ходить это понимаешь когда такие результаты что ты это делаешь не зря ну просто это очень мотивирует когда так нам говорят ну что ж к сожалению а время нашего интервью подходит концу а что еще планируется напоследок расскажите вообще двадцатого числа у нас как бы день ребенка на подходе этот день для нас реально он особенным учитывая как мы сильно любим детей реально для нас особенный день мы в этот день собираем не только детей из малообеспеченных семей но мы собираем детишек с вазы мы даем понять детям ну как сказать чтобы они поняли что они одинаковые на самом деле именно в этот день мы собираем тех детишек и этих и они вместе играются вместе веселятся вот 20 часа мы планируем провести такую акцию вообще еще на базе фонда нас много много проектов много акций еще один матерь у нас на подходе мы также собираем родителей наших волонтеров сотрудников и они уже своей очереди делятся как кто и что рассказывает дома и уже знакомит как они нас не отпускали сначала потом уже нет мы не смогли с этим ничего сделать им приходилось на нас отпускать вот активная деятельность у нас ну что ж спасибо вам вы пришли зарядили нас такой позитивной энергетикой от которой прям вот веет от вас я желаю вам успехов оставайтесь такими же добрыми лучезарными процветания вашему фонду спасибо и вам большое за приглашение приятно было сегодня с вами пообщаться спасибо друзья а я напоминаю что в гостях у нас сегодня были представители фонда клуба добрых людей танзила икажева и тамила костоева приглашали мы их связи с всемирным днем доброты ну что ж а наш эфир на этом не завершается оставайтесь с нами впереди вас ждет еще много интересного